Окей, я вообще не видел этого. Подумайте вот о чем. Если бы вам пришлось слушать высококачественную музыку через первые модемы, то на загрузку одной песни ушло бы почти 39 часов. Ладно, возможно чуть меньше, но вы поняли. Для сравнения, при современном гигабитном соединении на ту же самую мелодию уйдет примерно полсекунды. Боль от медленного интернета большинство зумеров никогда не поймут и не оценят. Как и тот факт, что вы не могли пользоваться телефоном, когда были в сети, потому что весь доступ в интернет проходил через обычную телефонную линию. Так что помните, дети, когда Netflix тормозит, все могло бы быть гораздо хуже. Номер 9. Импринтер кредитных карт. Сегодня все расплачиваются за товары с помощью виртуальной карты в телефоне, а транзакция отображается на нашем счете в приложении. Однако в течение многих лет кредитные карты обслуживались гораздо менее оперативно. Розничные продавцы брали вашу карту и клали ее на металлическую пластину, на которой было отпечатано название компании. Сверху накладывался лист копировальной бумаги, а затем машина прокручивала его вперед-назад, чтобы создать отпечаток номера карты с информацией о продавце. Покупатель оставлял себе копию, а владелец магазина отправлял ее в компанию, обслуживающую кредитные карты, и получал деньги. Поэтому на вашей карте выпуклые надписи. Номер 8. Молокопровод. В течение многих лет в США доставка молока на дом была таким же обычным делом, как стрижка газона. Чтобы облегчить эту услугу, многие дома были оборудованы так называемым молокопроводом. Это было небольшое пространство в стенах, окруженное внутренней и внешней дверью. Старые бутылки с молоком помещались внутрь, чтобы молочник забирал их и заменял новыми. Он был достаточно маленьким, чтобы никто не мог проникнуть через него в дом, но достаточно большим, чтобы разместить бутылки. Когда дни доставки молока давно прошли, люди с этой крошечной дверью задаются вопросом, для чего это, черт возьми, было нужно? Номер 7. Фотопленка. Мы готовы поспорить на хорошие деньги, что Стивен Сассен не представлял, как его цифровая камера повлияет на индустрию фотографии. Пленочная фотография существует уже более 100 лет. Она была стандартом на протяжении десятилетий. Фотоаппараты подвергали пленку воздействию небольшого пучка света, в результате чего изображение запечатлевалось на самой пленке. Затем, с помощью химического процесса, пленка проявлялась в обычной фотографии. Сегодняшняя молодежь настолько привыкла делать снимки своими телефонами, что даже не представляет, что было время, когда нужно было ждать несколько недель, прежде чем увидеть, как получились фотографии. Номер 6. Тестеры трубок. Задолго до изобретения транзистора, вакуумные трубки были ключом к управлению электрическим током. Трубки использовались в бесчисленных электронных устройствах и даже питали первые в мире компьютеры. Только в ЭНИАК, первом цифровом программируемом компьютере, использовалось более 17 тысяч вакуумных трубок. Поскольку эти трубки были настолько распространены, были созданы тестеры для определения их состояния. Вакуумные трубки можно было найти во многих местах, включая даже продуктовые магазины. Люди могли приходить и тестировать свои трубки прямо на установке. Эти устройства вымерли, когда на смену вакуумным трубкам в современной электронике пришли транзисторы. Номер 5. Пейджеры. Во времена, предшествовавшие появлению мобильных телефонов, пейджеры были очень популярным средством связи. Обычно они были очень маленькими, крепились на пояс и имели однострочный ЖК-дисплей. Когда вас вызывали, аппарат вибрировал, а на экране появлялся телефонный номер, означавший, что вам следует перезвонить. Они были быстрыми, дешевыми и простыми в обслуживании, что значительно облегчало поддержание связи. Со временем пейджеры стали включать двустороннюю связь, подобно текстовым сообщениям. Их уже давно заменили обычные мобильные телефоны, но они все еще довольно популярны среди врачей и у Капитана Марвел. Номер 4. Ластик для пишущей машинки. До появления Google Docs или Microsoft Word единственным способом напечатать что-либо была печатная машинка. Изобретенная более 150 лет назад, печатная машинка использовала серию резных металлических молоточков, которые ударяли по листу бумаги через ленту с чернилами. Чернила отпечатывались на странице и слегка сдвигали бумагу влево. Самой большой проблемой было то, что если вы делали ошибку, вам приходилось либо перепечатывать все заново, либо использовать что-то вроде ластика для пишущей машинки. Он позволяет стереть чернила так же, как резиновый ластик удаляет карандашные надписи. Никакого Т9, народ! Номер 3. Библиотечный каталог. Библиотечный каталог. Архаичную десятичную систему Dewey, но сами карточные каталоги были практически в каждой библиотеке по всему миру. Номер 2. Адаптеры для пластинок. Давайте оставим в стороне тот факт, что виниловые пластинки все еще существуют и, возможно, даже переживают новую жизнь. В основном современная молодежь знакомится с музыкой через потоковые сервисы или MP3. До этого у нас были компакт-диски, кассеты и, конечно, пластинки. Виниловые альбомы существуют уже много лет, и двумя наиболее распространенными форматами всегда были 7- и 12-дюймовые пластинки. Многие 7-дюймовые альбомы имели гораздо большее отверстие в центре, что не позволяло воспроизводить их на стандартном проигрывателе. Но если у вас был маленький адаптер на 45 оборотов в минуту, вы могли вставить его в середину 7-дюймовой пластинки и проигрывать ее на любом аппарате. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. ДОС. Мы не будем называть ее первой операционной системой, но, учитывая ее направленность, она была первой, получившей массовое признание. Немного PC не должно быть без него. Немного PC не должно быть без него. Именно MS-DOS от Microsoft была первоначально лицензирована IBM для использования на их компьютерах. После этого она стала де-факто операционной системой для всех IBM-совместимых машин. Я учил только достаточно ДОС, чтобы демонстрировать это вам. Это довольно интуитивно. ДИР здесь. Бесчисленные бизнес-приложения и игры были написаны для платформы DOS, которая была полностью текстовой. В конечном итоге это помогло Microsoft запустить графический пользовательский интерфейс Windows, который со временем заменил DOS. Извините, Билл? Да, ДОС? Билл, я тебе привезти PC. Я помогал сделать Windows. И я сейчас занимаюсь более 400 миллионов PC сегодня. Ты не будешь делать это, да, Билл? Извините, ДОС. Этот подход сохранился в нескольких аналогах ОС и послужил вдохновением для режима «Командная строка», который и сегодня доступен на ПК с Windows. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях. Загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!